А вы с вами, Юлик. Здравствуйте, друзья, Антон Власов. Сегодня мы делаем необычный на моём канале контент. Мы смотрим всякие шизотеории. Ух ты, наконец-то, Юлик, я так рад, что ты до этого дошёл. Я до этого дорос. Дорос, вот именно. Я дорос, наконец-то. Сегодня мы смотрим айсберг по смешарикам. Что такое айсберг? Айсберг – это концепция, описывающая явление с позиции всяких заговоров. Заговоров, заговоров, секретов и тайн. Скрытых от нас, естественно. Да, как айсберг. Сверху мы видим милый мультик, а под водой скрывается что-то таинственное и страшное. Вот это вот айсберг. Верно. И также поёт и история про айсберг. То есть смысл сначала, самое очевидное, что макушки мы видим и будем погружаться ниже, ниже, ниже. И на самом деле шизотеории айсбергов, они доходят не только до низа айсберга, они ещё бывают пучина, дно. Да? Да, даже бывают разломы, которые идут ещё ниже дна. Это когда вообще пиздец. А начинаться даже может всё ещё не с айсберга, а с неба над ним. Да? Да, да, так и может быть, конечно. Поэтому сегодня мы разбираем, какой айсберг вы думали? Смешарики. Смешариков. Вот Юлик мне говорил, давай посмотрим смешарики. А я просто мало про них всё знаю, ребята, а Юлик говорит много чего про них может порассказать. Я всю детство смотрел. А смешарики появились, если не изменяет память, в 2003 году. Очень давно, да. Ну, я уже к тому времени подрос. Они очень популярны по всему миру. Они в других странах, не помню, в Китае, по-моему, они как гагорики. Они по всему миру транслируются, переводятся. А, всё это от нас всё равно. Ну, именно концепция смешариков пошла. Нет, прям просто переведённые. Мне как гагорики показывают. Я себе. Ну что, ребята, сейчас мы узнаем все скрытые тайны смешариков. Единственное, что ремарочку вставлю, да, две части существуют, да. Если первая зайдёт, и вам понравится, мы будем смотреть вторую. Так, я же правильно понимаю? Ты прям так хорошо ведёшь. Отдыхай, Юлик. Ой, хорошо. Дружок завершил. Хорошо, хорошо. Завершил. Сегодня... Ммм, мерчи. Вот, всё, молодец. Ой, хорошо. Отдыхай, не трогай ничего. Ладно, валяться буду. Сегодня даже мама нам передала шарлотку. Я слил. Да. Вот, Юлик такой, я возьму за собой даже вот так. А ты, Юлик, не напрягайся. Мы, друзья, начинаем. Всем привет, вы на канале Лунные Янки. Меня зовут Алекс Кокос. И сегодня я с гордостью представляю вам разговор айсберга. Представляешь сколько всего? Теории странностей и моего любимого. Как ты так не уши зла? Мультсериала Смешарики. А это не... Смешариковая смерть? Это смертярик. Национные источники, такие как группы ВКонтакте Смешарики, Теории и Факты, Экстремальный Рашн Фандомфо Смешарики, Смешарики Ньюз, Форум Мир Смешариков, Канал Кузенатора, Страница на Викибе. У нас, кстати, есть форум Ферзклаб. Да, тоже свой. Поэтому приходи сюда, там много всяких разных. Кстати, есть раздел Мистика. Мистика имеется. Полосяша и другие, а также ссылку на автора этого айсберга вы найдёте в описании. Поехали. Так. Спасибо, друзья, что нам разрешили посмотреть. Спасибо. Спасибо. Сидишь, ребёнок. Я как будто Джон Клюкер и Грибабас. И Грибабас. Мы сегодня с Джоном пошли смотреть новые ножи. Тебе понравилось новые ножи? Да, ножи понравились. Вот, нож... Ножи хорошие. Да подожди ты, понятно всех. Верхушка айсберга. Ну, философский подтекст в каждой серии. Если ты сейчас посмотришь, тебе не будет скучно, потому что они обычно берут темы, ну, интересные для взрослых. Как в Спанч Бобе, бывает там про финансы, всё. У них есть целый... Про бизнес, да? Да, побочная ветка. Как называть? Спин-офф по бизнесу, где лучшим бизнесом. А, нихуя. Ну, а основной сериал намного интереснее, потому что вроде мультика, а вроде смотришь... Ну, а есть смешарики для повзрослея аудитории про секс-эдюкейшн различные? Ну, есть серия, где... Про отношения? Из-за размера своих рогов комплексовал. Маленькие они у него были. А, я думал, наоборот, большие. Я думал, что они... Я понял, понял. Кипотекст. В 2004 году выходит первая серия мультсериала «Смешарики с камееком». Надо эту серию посмотреть. Никто тогда и не догадывался, что этот мультфильм станет предметом для исследовательских работ на тему онтологических проблем философии. Так, студентка московского лицея, неувышея Ксения Шерман, написала и защитила исследования на эту тему. В своей работе Ксения опиралась на труды Аристотеля, Декарта, Спинозы и других всемирно известных философов, и пришла к довольно любопытным выводам о мультсериале. Так, например, появилась идея о том, что у героев-смешариков есть вполне чёткое представление о боге, и этим богом для них являются сами создатели сериала. Порой смешарики напрямую обращаются к последним со своими просьбами и жалобами. Следует упомянуть и мысль Ксении о том, что во вселенной мультсериала невозможно достичь смысла всего сущего. Важнее понять, нужно ли постигать этот смысл. Серии с глубоким смыслом смешариков достаточно много. Все списки и топы на эту тему включают, как правило, такие эпизоды, как «Право на день». Помню эту серию, там упал метеорит, и он вырос в цветок. Этот цветок светился ночью и издавал музыку. Он был очень прекрасный. И лосяш, поскольку он занудан, обменный, он пытался его изучить и понять, почему вот эта штука такая красивая, она издаёт звук и так светится. И что? Она ему очень нравилась. И он не мог разобраться, не мог понять, и не в силах пережить вот это... Непонимание, да? Непонимание, нет. Вот это прекрасное чувство, он её уничтожил, а потом очень жилел. Целось, блядь. Учувствует день справедливости и счастье мёд без никого и, конечно же, смысл жизни. В них персонажи борются с одиночеством и несправедливостью. Ищут счастье, учатся уживаться с природой и постигают смысл жизни. А полезные, да? Собористом большинство из таких серий является... Ну да, учат детей светлому, доброму. Там была серия про зависимости. Они нашли жимолистовое дерево. У него очень невкусные листья, горькие, неприятные. Но если ты один попробуешь, то не сможешь остановиться. Блядь. Да, и они попробовали. Я думаю, про это здесь будет обязательно. Их ломало от этого жимолистового дерева, они из него кашу сделали, кашу жрали. Блядь. Как в Мексике эту кашу пасту делают из листьев. Я понял тебя. Я вот, знаешь что? Мое детство пришлось на мультики, конечно, советского производства. То есть я там... Мое тоже. Я не смотрел там особенно. Я уже не попал на все вот... Не, конечно же, большую часть мультиков, это я лукавлю, составляли Дисней в целом. Потому что он был очень популярен в то время, да, Дисней клуб по первому каналу и все. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-руру. Тум-ту-рум-тум-тум-тум-ту-рурум. Там-тарам-там-там-там. Отлично. Да я всех так отправляю. Обратно. Лотком по голове все. Как ребенок. Как ребенок. Но свежка-то в другом, что я еще смотрел такие мультики, как Потец, блядь, вот всякие. Это вот... Вот понимаешь, меня посажали перед телевизором, и канал Культура идет. На Потец я не смотрел эти сценарии. Ой, мультик! Там Потец-Потец, да? Расскажи-ка нам, Отец, что такое есть Потец? И как личинки ползают по-миному. Потец. Пот на лбу мертвеца. Пиздец. Ну вот Добрый Эхо классный мультик. Большой Ух прикольный. Ну а что там еще? Большой Хуюх тоже. Хороший мультик. Алексей Лебедев, ставший своего рода иконой для фанатов смешариков. Серии по его сценарию в комьюнити заочно считаются шедеврами. Объятие Железной Няни. В сцене после титров полуметражного фильма Смешарики Начало упомянута 637-я серия Шоу Лисхена «Объятие Железной Няни». Но речь идет о другом роботе, так как Железной Няни, сделанной Пином, в то время еще не существовало. Однако, возможно, именно она послужила прообразом Железной Няни, которую позже и забрел Пин. Железной. Это типа злой робот? Кузинатра – это существо, дающее смысл. Она упоминается в серии «Смысл жизни» и предстает перед нами чем-то недостижимым, потому что герои, направляясь к ней, так и не доходят до цели. Таким образом, Каркарич показывает барашу, что смысл жизни заключается в простых каждодневных вещах. По самом деле, слово «Кузинатра» появилось в результате ошибки переводчиков в романе «Карта судьбы» Роджера Железной. В одном месте герой книги спрашивает у Сфинкса, что такое зелёное и красное, и кружится, и кружится, и кружится. А когда Сфинкс даётся, объясняет, что это лягушка в «Кузинатре». Автор имел в виду кухонный комбайн. Торговая марка фирмы «Квизинарт» стала именем нарицательным, как «Серокс», но переводчик название просто транслитерировал, причём неправильно. «Квантограббер». В серии «Проверка» Крош собирает устройство из подручных материалов и называет его «Квантограббер», после чего придумывает историю о космических пиратах, которые охотятся за этим устройством. Всё это он делает для того, чтобы проверить их дружбу с ёжиком. В конце эпизода нам показывают, что космические пираты действительно существуют. Из-за этого вытекает. Ну ёжик такой немножко. А он с прибабахом, да? С прибабахом ещё каким? Они все с прибабахом. У бараша у него депрессия какая-то затяжная. Постоянная, да? Да, Хрюша, как её? Нюша. Нюша. Она нарциссик. Гория, что придуманная Крошка. А Крош просто весь, да, не может усилеться, выдумывает. Ну, такой, да. Гиперактивный. Я с довыговорю. Так, Крош придумал лавеласа в серии «Страшелки» для Нюши и даже «Край земли» в одноименной серии. Нифига! Вот это интересная серия. Суперкостюмы – это многофункциональные костюмы с двумя режимами. Спецкостюмы и скафандра, который изобрёл пин в спин-офисе шариков, пин-код, костюмы. Апина из Шваби избежал. Удуманный реактивными двигателями, внула мальчиками и микрофонами. Он немецкий, Каркарыч, да? А он иногда стоит такой. Подожди, Апина, Каркарыч, это разные люди. Каркарыч, ты, ой, этот, Пин, ты что поешь? Да так, ничего особенного. Подожди, Апина, Каркарыч, просто понял, понял. Апина, то он инженер, да? Каркарыч, норм, мужик. Он старичок, но он такой, типа, свой мужик, да. Не за нудок. А как он среди детей живёт там? Он не единственный взрослый, Капатыч взрослый мужик. А, Капатыч, да? Он землёй занимается, кормит всех. Кто? Ещё Савунья. Тоже она взрослая? Взрослая. Ну, мне кажется, это мужчина. Чёткими и сходными топориками. В них смешарики могут ходить по стенам и потолку, летать и даже двигать предметы на расстоянии. Нихера. В серии «Собратья по разуму» к суперкостюму Пина добавился аппарат для переноса в параллельные миры. Это пока норм, типа, а потом дичь пойдёт, да? Да, да. Акцентативный искривитель пространства. Это верхушка так, что-то бывает. Пин раздал суперкостюмы с мишариком, чтобы они бороли со вселенским хаосом. Они выбрали себе название «Стражи порядка», что возможно является отсылкой к «Стражам галактики». Также суперкостюмами может управлять бортовой компьютер. Что мы видели в серии, попался Шараноид. Бля, как страшно! Они сами на них... Блядь, они вырастили голем, аж голем. Кролев даже вылилась в теорию о бунте шаролёта и захвате мира смешариков искусственным интеллектом. Подробнее о ней я рассказывал в видео о теориях смешариков. Ссылка на перезолив в описании. Они вообще знают, что... Омск, российский сибирский город, в который крош и ёжик... Ну, конечно, они же до края доплыли. Да, да. ...и ёжик и кроли. ...и в серии «Тайны древних сокровищ». Они надеялись, что найдут там древний храм с сокровищами, однако карта привела их в музей-радио имени Попова. Не знаю, что сэр, я не видел, чтоб карта была эта страна. Омск. Из Омска они? Да. ...вызгут технических вузов и техникумов, куда в силу утраты престижности технического образования идут учиться только самоотверженные. Для двух серийного мультфильма даже написали песню про Омск. Мы дойдём, доплывём, доползём, до тебя, город Омск, город Омск, город Омск. Нифига. Очень позитивная и оптимистичная письма. Как много всего, ребят, я даже не ожидал, что... ...не из Омска, но они, видишь... ...решили на дозу дойти. Да, отучиться. Считает Сергей Деменский, заместитель генерального директора по связям с общественностью радиозавода имени Попова. В ней не так много слов, но в них заложена очень глубокая мысль. Да, Омск находится далеко, и дойти доползти до него очень трудно, но это вовсе не означает, что у нас нет высоких технологий и тех самых бесценных сокровищ, которые нашли герои мультфильма. Примечательным также является маршрут героев до Омска. Покинув Ромашковую долину, они преодолели гору, пески, лес, море и снег. Судя по указателю, пустыня вблизи долины находится в 5 километрах от Ашхабада и 2000 километрах от Омска, из чего следует, что Ромашковая долина располагается на побережье Каспийского моря. Однако в сети до сих пор ведутся споры по поводу географического положения страны Смешариков. В сериале тоже упоминаются другие города, страны и материки из Ромашковской моря. Ну, по крайней мере, на нашем континенте он должен быть точно. Ну, не в Ромашковской моря. Такие как Астрома, Константинополь, Санкт-Петербург, Австралия, Антарктида, Египет, Индия, Перу и другие. Мелководие. Страна Сластен. Сластеный первоначальный вариант Смешариков. Среди них были как и по... Лосяш страшный, ёжик урод. А во какой, смотри, злющий. С жёлтыми глазами, печень убитая. Ну да, хорошо. Смотри, какой он изучает там что-то на лыжах летом ездит. Хитрый-хитрый, что-то задумал. Неадекватно. А это вот, смотри, волосы покрашены, всё. Ну да, видно, что... Подушка летает. Спавшая в финальную версию Крош, ёжик, Каркарыч, Бараш, Лосяша, Савуния, так и 14 новых персонажей. Химик Билл Чун, вероятно, один из прототипов Лосяша. Художник Бульдо, про образ Копатыча. Корова Бурёнка, непосредственный прототип Нюши. Изобретатель Гусени, передавший свою шапку Пину. Свиндиджей Робки и лучшие друзья Муха и Коха. Медведь и Кот, повлиявшие на образ Копатыча. Мышонок, не попавший в основной сериал. Он вообще просто хуйненужный. Мышонок с огрызком. Ну даже не круглый. Что ты умеешь? Ну да, он вообще выбивается. Он же шарик, не шарик. Шарообразной формы и призрак Оны. Страна Сластен, это местность, в которой жили все Сластеные. Является прототипом Ромашковой долины. Ребята, миллион лайков и мы с Антоном Шарарам играем. Кроши Панда. 19 января 2021 года в Китае состоялась премьера российско-китайского мультсериала Панда и Крош. В главных ролях китайская панда Хе-Хе из мультика Панда и не нуждающийся в представлении Кролик Крош. Совместный мультсериал с этими героями должен понравиться детям обеих стран и стать символом сотрудничества и развития международных отношений. За полтора года планируется выпустить 52 эпизода по 12 минут в формате 3D. Синопсис гласит, лучшие друзья, импульсивный Крош и размеренный Панда, каждую ночь просыпаются в магазине игрушек и попадают... Это была серия про этого, который с молотком, битцевский. Да? Да, про битцевского манека рассказывают. Врешь! Врешь! Во время приключений друзья понимают, что самое ценное их дружба и работа в команде. Свекровь — это мем, появившийся 6 ноября 2018 года, когда в группе STS Kids в комментариях под постом с изображением испуганного лосяшей из серии «Бутерброд» и призывом придумать подпись, некая Анна Буряк предложила свой вариант. Сегодня вторник, сегодня приезжает Свекровь. Пользователям так понравился этот комментарий, что мемы про лосяша, воюющего со своей свекровью... Да это же шиза, это просто какой-то фан-сервис начался. ...делись по фан-сообществу смешариков. Вообще, какой сегодня день? Вторник? Свекровь не любят? Гипертрофированная эмансипама. Так обозвал барашнюшу в серии «Библиотеки». О, вот это нормальная тема. А не сумев отвлечь ее от изучения схемы ветрогенератора. Не по домострою живут некоторые из этих. Да? Шек, да. В поисках ответа, что же такое ман... Так-так-так-так-так... Эмансипировано? Признаки женщины, как ухаживают за женщин... Во, домострой, нихуя себе! Кодекс патриарха. Степама. Нюша натыкается на книгу «Кодекс патриарха», в которой описана вся суть патриархата. Помимо нее, на книжной полке можно также... Нихуя себе! Такие вопросы поднимаются! Ну, слушай, она все-таки там единственная... Единственная, что-то сложно от слова говорить. Единственная девочка в этой стране. И полый характер от Та Вайнингера. В домострое отношение к женщине как вещи было законно закреплено. Мужчине можно было бить жену и даже рассказывалось... Такая книжечка, да, у них в библиотеке. И за что? Полый характер – одна из самых женоненавистнических книг в истории. Вот небольшая цитата из нее. У женщины нет ни острого, ни высокого, ни глубокого, ни прямого ума. Она скорее представляет полную противоположность всему этому. Она как целая, есть отрицание всякого смысла. Она бессмысленна. Таким образом... Что ты заморозил? Написал такое! Причем вот это там 1800 какой-то год. Сейчас вот такое напиши, давай. Да, а что будет? Чего не будет? Ты только в России сдавайся. В серии поднимает проблемы мезогении и патриархата в современном обществе. А оскорбление эмансипама, вероятно, образовано от слова эмансипация. Отказ от различного рода социальных зависимостей, в том числе женщин и мужчин. Хлеб, у них прям культ! Что в серии расшифровывается... Такая непонятно, кто это такие все. Они в культе, кроме нее состоят. Охуеть, охуеть, ребята, какой котец! Отказавшись от своей женской сущности. Свадьба крошки. Не, ну... Справедливости ради, Нюша прям дура-дурой. Ну, я не знаю, я просто не смотрел ни разу, вот и до ни одной серии. Но просто мне интересно, вот они живут в Ромашковой долине, да? Вот один, но у них как бы девушка, да? И они такие, ебать, культ надо создать, что мы без женщин будем жить просто нахуй. И ходят на свои таинства какие-то. И потом ходят, глаза смотрят ей. Ну, такие они странные. Здравствуйте! Как поживаете? А сами каждый вечер собираются только без женщин. Когда Илья Попов, продюсер сериала и директор компании Рики, женился, аниматоры сделали короткий видеоролик, в котором Нюша вышла замуж за Кроша. Они надели друг на друга кольца, после чего другие смешарики, включая Бараша, им аплодировали. Неизвестно, почему в роли избранника Нюши аниматоры выбрали Кроша, а не Бараша. Но учитывая заявление режиссёра Дениса Чернова о том, что Нюша и Бараша не суждено быть вместе, это решение не кажется таким уж абсурдным. Более того, создатели сериала... Ну что, линиях отношений очень характерны и важны для их возраста. Это первые романтические отношения, неуверенность в себе и в том, что ты кому-то нравишься. Эта история должна быть очень прозрачной и неярко выраженной. Вместе это решение не кажется таким уж абсурдным. Более того, создатели сериала и раньше намекали на любовную линию Кроша и Нюши. Так в серии «Невоспитаны...» Получается, она вроде бы была как бы и с... С кем? Ни с кем. Бараш ей стихи пишет и страдает в остальное время. А она с Крошем расписалась? Нет, она только о себе думает. Не, ну с Крошем-то она расписалась в итоге. А, ну... По короткому ролику. Вспоминаниях Лосяша на стене можно заметить. Хорошо, что у них нет шеи. Чего? Хорошо, что у них нет шеи. Шеи нет. А почему? Повесился бы Бараш. А че так тихо? Хорошо, что у них нет шеи. Нет шеи, он не сможет себе. Он может разучно себя в этот манкипис связать. Песнюша плюс Бараш равно любовь, где имя Бараша зачеркнуто и исправлено на Кроша. Также на зеркальце Нюши можно заметить фигурку кролика. Он же Шилы Плюшевого пёсика Тузио, с которым героиня не расстается, а с серии «Основной инстинкт». А потом в эту же Тузю её. В её Тузю! Основной инстинкт. Хистерый какой. Этот фильм, где там ноги вот так перекидывали. Не знаю. Или где это, как это. Не знаю, где это, но... Параллельные миры. Это название компьютерной игры, заранившей зерно целой теории о мультивселенной смешариков. Сюжет игры «Смешарики. Параллельные миры» строится вокруг приключений Кроша и ёжиков в постеринном мире. Мы видим, что там есть селинный звук. Бу, блять! Вот, я помню, была «Операция пластилин» называлась, или как-то так, эта игра. Блять, там тоже страшно так было вообще. Что за «Операция пластилин»? Следствие ведут колобки и «Наверхуд». Это не то. Сейчас. А, вот «Наверхуд» она и есть. Она просто переводилась у нас как «Операция пластилин». У вас переводилась по-другому как-то. Вот «Наверхуд», блять, тяжелейший был. Он мне очень нравился. Ну, мне было стрёмно в него играть. Он старинный. Да. Но я смотрел видос, как его создавали. Посмотрите игру вот «Наверхуд». У нас локализовали, всё переделали. Вообще не такой сюжет. Как шматрица получилась. Атентичен миру, в котором происходят события 2D-сериала. Отличия можно найти лишь в мелких деталях. В конце персонажи отправляются в новый мир, 3D-вселенную смешариков. Новое приключение произносит Крош, отсылая к названию 3D-сериала. Можно предположить, что его события происходят в этом самом параллельном мире, имеющем некоторые отличия от 2D-вселенной. В пользу теории о мультивселенной смешариков говорят также и несостыковки сюжетов 2D-мультсериала, 3D-сиквелов, полнометражных мультфильмов и малышариков. Более того, многие серии заканчиваются отнюдь не хэппи-эндом, и ничем, кроме как существованием параллельных миров, не объяснить, как бы Раш и Нюша обернуть в реальный мир после событий серии 2 волшебника. Группа смешарики Теории и Факты составила очень удобный путеводитель по мультивселенной смешариков, на счета в общей сложности 13 параллельных миров. Кому интересно, ссылку на него я оставлю в описании. Каноническое правило 63 это одно из так называемых правил интернета, гласящее, что у каждого персонажа есть версия противоположного пола. В контексте смешариков речь, вероятно, идет о 53 серии пин-кода Баранка, в которой герои попадают в параллельный мир со своими в большинстве своем женскими копиями. Страшно. И это, знаешь, еще дети должны во всем этом разбираться, что ли? Как мне запомнить 13 вселенных? Почему? Просто сидит маленький ребенок, почему? А вот он включает середину серии. У пина есть сиськи, что происходит? Вот он включает, он не понимает. Я жил во лжи, я думал, они мальчики. Это настоящая серия, а все остальное была выдумка. Резонансинг. Так, копаточный сбачер. А мы, кстати, на ВХС-салоне нашли настоящий греческий фильм, который называется Сон Собаки. Он так и называется. Это что? Догс Дрим или что-то такое. Ой, там сюжет запутанный, мол, чел решил то ли обокрасть квартиру, то ли что, залез в нее, башкой ударился. Потом оказалось то, что он, по-моему, в собаку вселился. Ну, это мы из трейлера, так поняли. Это был Эльдар Бугунос? Типа того, да. А потом пришел... О нет, я собака. Я буду какать, как собака. Прямо на улице. Так подожди ты. А потом пришел полицейский, у которого были тоже сверхспособности пси какие-то. Собаки кушают свои кака. Мне очень нравится. Ну, короче, Сон Собаки – существующий фильм греческий. 2005 года. Не-не-не, мы говорили, что мы его смотреть не будем. Это пиздец. Мы и так смотрели много снов собаки. В пролете, видимо, в честь метода, с помощью которого он его нашел, приютил в банке и стал за ним ухаживать. В серии «Вечная жизнь» Резонансик оставил потомство – дочку Теломеру, названную в честь Теломера, защитных колпачков на концах хромосом, отвечающих за старение. А в его генах обнаружилась способность к регенерации. А если их снять, бессмертные будешь? Я думаю, там не такие колпачки, как на ручке. Как вот на колесах, да? Они вроде уменьшаются, и ты стареешь. Или там что-то такое происходит. А если убрать? Как-то, мне кажется, надо заменить. И тогда мы будем вообще бессмертными. Нано-ботами какими-то. Вот да. ...отделению клеток. То есть можно предположить, что он бессмертен. Также в этой серии во снах к Резонансику приходит червь сомнения, показывая ему, что его ждет после смерти с точки зрения разных мировоззрений. Это официальный мультфильм? Да. Вот так он выглядит? Это сон? Это сон. Червяк. ...корон и райский сад с золотыми яблоками и идея реинкарнации. В серии Тирли Куренду и Бараша Нюша хотели переименовать Резонансов в Тирли Куренду. Фу, такой жирный червь гадкий стал, да? Какой ужас! А в серии Верный знак, червяк спас Лосяша, Пина и Копатыча. Скипидарушка. Так Нюша, решив стать доброй феей, назвала Железную няню. Избавила её от обязанностей домохозяйки, приодела и научила танцевать. Какая у неё страшные глаза. Это ужасно. Если бы я был мелким, я бы очень боялся этой штуки. Имя скипидарушка является отсутой. Ну, это в неё и закладывали, наверное, когда дизайн делали. Золушки. Она типа теперь нихуя не должна делать. Именно так зовут Савунью в американской адаптации Смешариков Гагорики. Дно айсберга. Супер страшный факт. До конца ещё далеко. Смешариков. Фанаты Смешариков уже давно пытаются измерить рост любимых героев. Однако удачнее всего это удалось сделать во время карантина пользователю Пикабу под ником Ингтум. Сопоставив рост всех смешариков с размером теплицы, указанном в чертеже в серии Проект Африка, пользователь вычислил рост всех смешариков. Самым маленьким после Биби оказался ёжик с ростом всего 44 сантиметра. А самым большим, не считая 130-сантиметровую железную няню, Каркары Чабарку... Нихуя, она в 3... Метр 13? Да. Не, подожди, 130 мне показалось. Метра. А самым большим, не считая 130 сантиметров... 130 сантиметров, она, блядь... Метр 13. Метра 130 сантиметров. Правую железную няню, Каркары Чабарку... Ой, блядь, метр 13 сантиметров, да. А почему он сказал 130? На 10 сантиметров результаты исследования были... Блядь. Потому что 130, да. Причтены в официальной группе смешариков ВКонтакте. Биби пережил всех смешариков... Блядь, ну слушай, 113 сантиметров, при учёте их в среднем роста... В два раза больше, чем в... В 50 сантиметров, а кто-то и 44, так... Это вообще, блядь, в три раза выше же... Почти, ну не в три, в два с лишним. Не, если я говорю про ежа, блядь, просто... Пожащая штука. Да это блост, нахуй, это какой-то сверхгигантский робот, который пиздит их, блядь. Я вот это мне напоминает как раз того робота, которого я сам сделал, блядь, и испугался его. Я как сейчас помню, дал ему в живот, блядь. Никогда не забуду, эту тварь. Когда-нибудь она вернётся за мной, но я уже буду готов. Если я так... С стволом. Да, да, да. Добры не въебал, я и выстрелю пять раз, всё, нахуй, нейтрализованно. Речь идёт о довольно трагичной и печальной серии пин-кода «День Биби». В дни Биби, получив послание от себя из будущего, предотвращает взрыв шаролёта ценой собственной жизни. Однако друзья не дают ему умереть, и Биби просыпается спустя тысячу лет, пережив всех смешариков. Ранее он триста наблюдал их смерть в результате взрыва. Вхренеть. Они все погибли? Он их пережил. Он не дал... Как в Дне Сурка, видимо. Несколько раз пытался их спасти, и в третий раз спас. Пиздец. Пиздец. В серии «День рождения» Нюши, ёжика Кроша, блуждая по пустыне в поисках подарка для Нюши, теряются и оказываются без воды. Попробовав утолить жажду, найденном ранее кактусом, они видят мираж. Что неудивительно, ведь они попробовали пи йод. Мискалиновый кактус известен своими галлюциногенными. Как я говорю, это он... НИХУЯ! Но взрослым тоже можно посмотреть. Низбойствами. Пин матерится по-немецки. В начале серии «Счастье лет» можно услышать, как Пин растраженно произносит слово, которое при очень мягком переводе с немецкого означает «дерьмо». Довольно грубое обзывательство для детского мультика. А для Германии адаптация там интересных драка ставили? Дерьмо! Тупой, это все хлам. ДАСИС ШРОТ! ШРОТ! О, КУРВА! В полной версии пилота... КРАШ ПЕРОДОЛИ! ...ри пин-кода о спасении улетающих было несколько сцен, которые после разделения эпизода на две части по неизвестным причинам были удалены. КРАШ ПЕРОДОЛИ! И успокои дыхание. Я спокоен, я спокоен. Короче, не-не-не, я люблю прыгать, да, я позанимаюсь, побегаю быстренько. Отжимания, приседания. Фух, отжать-то нечего. Прямо вот сильные вдохи делают, а там все меньше и меньше. Голубокие, братки. Углекислого газа в ДОХНУ. Надо поспать. А ты уверен, что это паутинка выдержит? Эта паутинка в сто раз прочнее стали, а весит меньше килограмма. Сомневаюсь я. Мне что, землю из цветочного горшка есть? В подтверждение моих слов. Урезанные серии. Смешарики выходили в рамках передачи «Спокойной ночи, малыши» на телеканале «Россия-1». Как правило, продолжительность показанных в программе серий сокращалась на несколько минут путём вырезания и сокращения сцен. Пятью исключениями стали серии «Магнетизм», «Тайны общества», «День справедливости», «Кардебалет» и «Дар», показанные полностью в мае 2006 года. Это было связано с расширением времени. Бля, как давно. Какой год? 2006. И продолжительности программы с 7-8 до 10-11 минут. До сих пор... Ой, а это кто? Это... это как Миссиси у Савельича, это, видимо, Лили у ёжика. Кадры из аниматиков «Прощай, бараш» — это еле заметный кадр из раскадровки, случайно оставленной в финальной версии серии «Прощай, бараш». Домашние сказки — это вечерняя программа... Чё, он захлебнулся, что ли? ...в которой Смешарики обсуждают возникшие у них проблемы вместе с ведущими Александром Олешко и Ольгой Прокофьевой. Позорились со Смешариками в прямом эфире, нахуй друг друга попересылали. Это же куклы... Нет, блядь, я сказал... Это 14-я вселенная. В каждой серии программы «Домашние сказки» мы не только смотрим мультфильмы с любимыми героями, но и узнаём что-то новое и невероятное о жителях сказочной лесной страны Смешариках. Опа, Гангнам Стайл. В серии «Пин-код 10 секунд» Лосяш под действием собственного изобретения антифоб, призванного уничтожить страхи, сходит с ума и начинает без перерыва говорить на различных языках, а но из произнесённых фраз... Ужасно, сиянье какое-то. Сам себя дураком сделал. Ты зачем такое говно сделал? Просто жить и... Дурак. А обратно как никому не сказал. А он постоянно, он думает, что он очень умный и всегда ошибки допускает. Была Опа, Гангнам Стайл, что является отсылкой к известной песне корейского исполнителя Псай. Опа, Гангнам Стайл. Также Лосяш говорит фразу «Бомбарби Акиргуду», что является отсылкой к фильму «Кавказская пленница» или «Новое приключение Шурика». Бомбарби Акиргуду. «Война смешариков» — это пластилиновый мультфильм, созданный детьми в Томской мастерской мультфильмов «Мультистория». Он описывает с авторами как размышления над тем, к чему может привести неоправданная агрессия и бессмысленное противостояние. По сюжету Копатыч и Савунья устроили раскол в мире. Нихуя себе, Заяц. Ао! Нихуя, они злые какие-то. «Ариков, развязав между собой войну, которая закончилась смертью всех героев в результате сброса Копатычем ядерной бомбы. В конце мультика Копатыч тонет в море собственных слез. Это странное видео собрало на ютубе уже более одного миллиона». Ты видел такое? Нет. Бомба ядерная была сброшена злым Копатычем. Копатыч не такой. Так он и умер. «Укуси меня, пчела!» И умер, захлебнувшись в своих слезах. «Ебана!» «Закоротила попу» — это забавная оговорка Бараша из серии «Последняя ошибка Пина». «Закоротила попу...» «Попу?» «Помпу!» Это «Кусок ракеты». Это надоедливая фраза, которую произносит Пин в игре «В поисках Биби». Она стала мемом после обзора Чака на игры про смешариков. «Это кусок ракеты!» «Секс-бомб». В фильме «Смешарики. Легенда о золотом драконе» есть забавная сцена, в которой Савунья хватается за шест и начинает крутиться в углу. «Они там падают». «Они говорят, надо прыгать с самолета». «Ежик говорит, что у нас только один парашют» и надевает его. «Крош ему говорит, что как Нюша? У нас на борту есть женщина». «А ёжик ему говорит, думаешь, успеем?» «Да ты чё?» «Это анекдот». «Ты чё охуялся?» «Я поверил». «А я был прям...» «Я удивился!» «Пусти не может, блядь!» «Они там чё хотели...» «Покругу спустись». «А-а-а-а-а-а!» «Пухой!» «Какая жесть!» «Сук к нему под песню Sexball». «Нихуя». «Темный б...» «О, темные глубины». «Палканыч». «Палканыч» — это изначальный символ 2018 года, года собаки, который впоследствии был заменён на жившего Тузью, серии пин-кода «Новый год по-взрослому». Крош влюбился в Бараша. Сценарист смешариков Дмитрий Аковенко в беседе с фанатами на форуме «Мир смешариков» опубликовал первоначальный сценарий серии пин-кода «Баранка». В нём Бараш переодевается в девочку и представляется своей сестрой-баранкой, чтобы выведать у Нюши же... Вот это уже пошли, блядь. Вот это интересно. А какой уже айсберг, такой айсберг, ребятя. ...секреты. Однако его планы портят внезапно влюбившийся в него крош, который достаёт с дерева его бантик, дарит ему букет ромашек и даже поёт вечернюю сиренаду под окном. «Смешарики в армии» — это клип, который ходил по блютузу в конце... ...в их в каждой российской школе. Он представляет собой нарезку кадров смешариков под кавер песни «In the Ami Now». «Долгая дорога домой» — это первоначальный вариант названия полнометражного мультфильма «Смешарики. Начало». Бабушка Бараша появилась в новом сезоне «Смешариков» в серии «Фотография». Судя по воспоминаниям Бараша, она заботилась о внуке одна, из-за чего часто не успевала за ним присматривать. Из журнала «Смешарики» мы можем узнать... «Всю малину съел». «Чё он таким-то депрессивным вырос? И в любви рос на ночь?» «Ну, может, бабушка ему всё запрещала, не разрешала ему сдехать слишком?» «Он бабушка убила». «Гиперопеков, скорее всего, была просто у него, понимаешь?» «Как похорони меня за плинтусом». «Да, да». «Что бабушка Бараша двоюродная? Также известно, что она уехала из долины». «Есть внук, значит, ебалась». «Ха-ха-ха!» «Ты про неё?» «Да». «Наебалась». «В мире смешариков есть секс». «Нихуи, значит, и детородные органы в целом». «Да, да, да». «Но они же делятся». «А как они появляются вообще? Откуда взялись?» «Из детородных органов?» «Да?» «Я думаю, да. Только когда смешарик беременеет, у него нет живота, он просто больше становится». Два раза. Большой старик. Шарик на бух. Огромный, вот такой вот. Шарище. В преддверии 2016 года создатели сериала выпустили традиционный новогодний спецвыпуск «Сыр-бор Новый год». А почему ни у Копатыча, ни у Каркарыча, ни у Савуни нет партнёров? Ни мужей, ни жён? Не знаю, может быть они... Ласяша лет 30-35. Так может они просто переехали в долину и здесь живут? Может это... Ну они умерли у них? А-а-а, супруги умерли. Вполне возможно, вот вам ещё одна теория. Армата, зрители остались крайне недовольны подарком. Халтурная анимация, сюжет на коленке, блеклая песня, нелепая обезьянка Фиса. Серия считается одной из худших за всю историю смешариков. Авторов можно похвалить лишь за то, что они вовремя удалили это недоразумение. По заявлению сценариста Дмитрия Ковенко... На форуме все сидят, видишь? Да, это популярная тема, сейчас все только на форумах общаются. Да. Эпизод был экспериментом и задумывался как гаговая серия в духе Маши и Медведя. Провал, по мнению Дмитрия, был вызван жёсткими сроками производства, неудачным выбором режиссёра и завышенными ожиданиями зрителей к долгожданному 2D эпизоду. Ёжик смотрит телевизор – это ранее анимационная зарисовка ёжика. По словам аниматора Алексея Минчинока, это его первая анимация на студии Петербург. Мне и ещё двум аниматорам, Ани Борисовой и Елене Румянцевой... Мозги промываются. Стоять смеётся, блядь. Дурак, там просто разные цвета. 120 дней садом. Разные цвета показывают. Задание – оживить персонажа. Мне достался ёжик, а им крош и бараш, так как эти трое должны были появиться в первой серии «Скамейка». Требовалось изобразить несколько эмоций, показать ракурсы, пройтись им в разные стороны и завязать это в небольшой этюдик, что я и сделал. «Смешные праздники» – это программа для самых маленьких, в которой композитор мультсериала Марина Ланде придумывает с крошем, барашем и нюшей различные праздники. День круглых игр, праздник узелков на память и так далее. Во второй части программы принимают участие дети из зрительного зала, которых ведущая собирает у синтезатора и обучает музыкальные терминологии. Программа транслировалась с 2008 по 2000... Там дети этих крадут и отсылают в эту ромашковую страну и делают из них новых смешариков. Мутагеном ходят, а они превращаются... Они круглеют? Круглеют. Ёпта, и уменьшаются до 30 сантиметров в диаметре, и всё, и становятся такими вот. Десятый год. На телеканале «Карусели» бывшие теленяни. Да вроде не так всё. Музыка в тево-версиях. В телевизионе... Все весело, охуя. Чё, плавка. Плавка. Все для серии тренеров. Подкатили на качалия. Угу. С мешаболиками эти написаны и использована новая и оригинальная музыка, которую после этой серии больше не использовали, в том числе и в DVD-издании. В серии «Балласт» исполняется аранжировка песни Yellow Submarine известной рок-группы Beatles, которая также отсутствует в телеверсии. Ну, по авторским правам. Воспоминания, которые увидел Каркарич. В серии «Забытая история» Лосяш помогает Каричу восстановить воспоминания с помощью специального шлема, подключенного к компьютеру. Это у него там этот? Ну, я себе додос, блядь. Это нет, это файловый менеджер. А, это Total Commander? Нет, не Total Commander, но те же самые функции исполняет. Не помню, как называется, очень старый. Но тоже удобно. Вдруг программы выводят на экран женские глаза, заставившие ворона расплыться в улыбке. Что происходит потом, известно только героям. Но, судя по характерным прыжкам Каркарича на стуле, завистливому выражению лица Лосяша, а также левопытному взгляду Кроши. А это об сексом занимается? Походу. Ежика, а еще учитывая, что воспоминания ассоциативно связаны с прыжками по лужам, для наших эпизодов воспоминаний Каркарича нельзя показывать детям, о чем позаботилась Савунья. Он прыгает по лужам. С жопой, может, по лужам прыгает? Ну, может быть, он прыгает. Мисс Старпанесса. Прыгает жопой, жопой и не по лужам вовсе. Может быть. Такой Каркарич, поэтому один живет. Слушай, ежика за порог. Angry Balls это несуществующая игра, тизер которой был снят в рамках вирусной рекламы фильма Смешарики Начало. В преддверии выхода фильма также был выпущен тизер игреки Колики Комбас, пародия на Мортал Комбат и видеоролик, где двое мужчин снимают на телефон видео и натыкаются на кроша, который клеит листок с изображением ежика и надписью. Пропал ежик. Ужасно нарисован. Ну, блядь. Фон видео и натыкаются на крошек, который клеит листок с изображением ежика и надписью «Пропал ежик». А куда он бежал? Бараш пускает пузыри в лужи. Это удаленная сцена из серии ОРЗ, в которой Бараш пукает воду. Позже ее заменили на сцену поедания ветки рябины. Да ты качой пердел бы. Ну да, весел. Дивный метод – это серия, числившаяся в списке новых серий смеш... Аж два юзербара у человека, это что такое? Я уверен, что буду жить вечно. Текст – один юзербар, второй юзербар, не много ли? А у нас юзербара включены? Включены, я себе добавил. Отлично. Бездна. Божественные силы Нюши. В серии «Черно-белое кино» Нюша изменяет реальность вокруг себя, делая мир даже за пределами долины смешариков, о чем сообщают лосяшу правительство разных стран, черно-белым. Вы скажете, что эти события происходили в воображении Нюши, однако в начале серии «Реветь так реветь» их вспоминает Каркарыч. В этой серии Нюша устраивает всемирный потоп своими слезами, что также указывает... Карухи Судзуми. То есть вот что придумала, да? Да, она бог, она не знает об этом. Нихера себе. ...силы, а корабль, построенный пином, явно отсылает нас к Ноеву ковчегу. Самой могущественной силой Нюши является, пожалуй, продемонстрированная в серии пин-кода «Диета для Вселенной» возможность влиять на поведение Вселенной. Так они вместе решили сесть на диету, из-за чего Вселенная начала сжиматься, представляя угрозу для всего мира. Почувствовав опасность, Нюше удается уговорить Вселенную прекратить худеть, и она снова стала расширяться. Жесть какая! Да у меня тут какая-то хрень завелась. Это видео со студией Смешариков, в котором 3D-модели Бараша и Нюши плывут на лодке по столу, повторяя сцену из фильма «Смешарики. Начало». Судя по комментариям человека с видео Алексея Минчинока, графика была добавлена с помощью программы PF Track. Да у меня тут какая-то хрень завелась. Да вот такая вот. Ой, как романтично. А я и не знала, что здесь есть. А это одно айсберга? Страшно, да? Крепота, ребята. Савунья была единственным персонажем, не поменявшим свой пол в параллельной вселенной в серии пин-кода Баранка. Ёжик временной парадок. То есть все мои шутки неоднократные, что Савунья это трансгенд? Да, они все, они просто имеют под собой основание какое-то. Докс. Дмитрий Аковенко в свой день рождения поделился с форумчанами мира «Смешариков» первоначальным вариантом сценария фильма «Смешарики. Дежавю», согласно которому Ёжик появился в результате путешествий… Бан ему, выпишите за такой огромный… За спойлер. То, что он его под спойлер не убрал. …во времени. Ленинград и т.д. В аниматике серии «Верь в меня, Ёжик» вместо полюбившейся всем композицией «Баламута» и «Абармот» звучит песня и т.д. группы «Ленинград». Кроссовер с лунтиком – это шутка. Ну звучит и звучит, и ладно. Зимень чинока, опубликованная в его живом журнале, которую многие приняли за чистую монету. Согласно заявлению мультипликатора, юбилейную 104-ю серию «Смешариков» было решено сделать совместно со студией «Мельница». Просто вброс какой-то сделал. Да-да, причём юбилейная 104-я. Лунтик. Это должно было положить конец бесконечным спорам о том, что Лунтик слишком детский, а «Смешарики» становятся слишком взрослыми. По сюжету основной линии сериала «Лунтик», герой в последней серии должен вернуться на Луну, где его найдёт Биби и привезёт в долину «Смешариков». Так, а сделали бы одну вселенную тогда, пусть они там в одновременно живут? Калаб, да? Пин занимался в 40-х. Биби надо своё такси открыть. Такси Биби. В домашних сказках Савунья задаётся этим вопросом, подозревая, что Пин создал атомную бомбу, на что механик отвечает, что он пацифист. «Смешарики» Это просто факт, следующий из концовки фильма «Смешарики» «Начало». Довольно странный факт для детского мультика, если призадуматься. Какой, подожди? «Преступники». «Довольно странный факт для детского мультика, если призадуматься». Бутерброд Эл. В английском... О, жутко. Что такое замразь такая, а? Это бутерброд. Бутерброду выпала честь быть озвученным Алессандро Джулиани, актёром, ставшим голосом Элла в аниме «Тетрадь смерти». «Избы», первой серии нового сезона. Так это получается злой бутер? Да, это злой бутер вроде. Смешариков природные свойства были показаны избы, расположенные где-то в ромашковой долине. Фанаты стали строить теории, кто бы в них мог жить. Может быть, второстепенные герои или новогодние персонажи? Но на деле этот кадр оказался просто ошибкой аниматоров. По сценарию, смешарики должны были смотреть на ромашковую долину с привычными нам домиками главных героев. Честко туалетом. Это жутко, появившаяся в американской версии. Дали на смерть. Уволили всех. Рождение Нюши. В оригинале Ёжик говорит Крошу, что хотел подарить ему на день рождения складную удочку. На что Крош отвечает, что хотел подарить Ёжику штангу. В Гогоре как же их диалог звучит так. Я должен был чистить твои туалеты. Я использовал твою лепестку. Извините. Я думал, что это было разное. Крош! Жесть! А, шутки про КК. Жесть! Это бездуховщина. Бездуховщина. Еще в серии такой. Куси не надо. Такому доброму персонажу дать щетку говном измазанную. Он ее рот очистил. Ну это что такое? Не, Крош, это нормально. А вот чтобы Ёжик так сделал. Муня в 2005. А, он сказал, мне даже понравилось. Говноед. Крош говноед официально в американской версии. Около коровы Муни, сфотографированная, судя по дате на фото, в 2005 году. Загадка здесь в том, что Муни появилась в сериале как новогодний персонаж только через 3 года. В преддверии 2009. А вот сгущенка-то в сериале существует. А где коровы дуются? Да, то есть вот они сидят такие. Крош ест печенье. Ты такой, хочешь молока? Крош. Сейчас ты, Тёма, у меня тебе молочка немножко... Чю-у-у, жесть! Поднадавила. Так, фс-фс-фс-ф-фс-ф. Прям, как в бидон псс-ф, псс-ф-фс. До краев налила, а Крош такой, А я хочу чистого молока, без кофе! Он такой, ну тогда тебе придется вызвать его прямо из-за рук. Использился с создателем куклы по электронной почте, попросив разрешить для нас эту загадку. Вот что он мне ответил. Должен вас разочаровать. Дата на фото куклы Муни – это результат неумелого обращения с фотоаппаратом. На новом тогда туре умел выстрелить дату. Врёт, врёт, конечно. Сделана она была в 2010 году. Самое печальное то, что она до сих пор живёт у нас на складе. Её никто не купил. А кукла, нужно сказать, сделана очень даже неплохо. Это уже другой вопрос. Вот и весь секрет. Спасибо большое, мастерской ростовых кукол, за ответ. Кто заинтересован в покупке Муни или других костюмов, ссылку на их сайт я оставлю. Ой, я вот это что такое. Это такой бы взял. Во, а, блядь, так это как будто бы, как из деревни дураков. Саня. Это была последняя те... А, во, не-не-не, погоди. Создала вселенную смешариков. Эта теория обязана серией создателей, в финале которой нам намекнули на то, что мир смешариков существует только в поле зрения лягушки. В это легко вериться, учитывая то, как часто данный персонаж появляется в эпизодах мультсериала. Нихуя. Это была... Типа сон собаки, по сути, да? Похоже, сон лягушки вообще не... Их не существует. Ни на этом... Ну, вторую часть надо ждать тогда. Да, друзья, если вы будете этот ролик смотреть, комментировать... Конечно, поддержать надо вторую часть. Мы посмотрим вторую часть. Да. На этом все. Подписывайтесь на канал Антуана. Спасибо большое. Мы там тоже смотрим Шизу. Там прям жесткая Шиза. Мне очень понравилось. Там женщина жила с гомункулом, выращенным его сумасшедшим доктором отцом. Да. Ставьте лайки, ждите новых роликов. Всем пока. До свидания, дорогие друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова